так небольшой пример тайпа у нас значит в японском выглядит это дело вот так сейчас секундочку вот вот этот вот надпись мы будем делать сейчас в японском а надпись выглядит такая серенькая наклонная и у нас есть эффект вот таких вот полосочек сейчас покажу пример как можно это сделать как этот полоски такие сделать так выключаем японский слой значит вот нас тайп уже в принципе готов единственно что осталось сделать стиль слоя значит мы создаем здесь новый слой на нем давайте включим японский на этом слое мы возьмем кисточкой будем рисовать этим вот цветом нужно такие вот штукенции просто вот тут у нас зелёное что должно быть тут у нас это должно быть синенькое вот таком вот плане да тут что-то оранжевая тут вот такого цвета должно быть то где-то вот такое фиолетовое пятно и здесь вот такое пятно так выключаем наш японский смотрим что у нас получилось. Значит, тут у нас получается буковка Е будет у нас закрашена. Давайте теперь удалять то, что нам не нужно. Я хочу, чтобы только буковка Е была задета. Здесь я хочу, чтобы буковка Н или буковка А. Давайте-ка буковку Н сделаем, чтобы буковка Н у нас была задействована. Тогда мне нужно немножко побольше сделать. Вот таким вот способом сделаем буковку Н. Дальше. Вот здесь у нас делаем буковку В, буковку А убираем тогда. Здесь у нас буква будет... какая буковка тут будет у нас задействована? Буква С или буковка О? Давайте буковку С. Вот так вот эта буковка С у нас будет задействована. Немножко ее побольше сделаем вот таким вот способом. Вот так вот. Вот так. Здесь у нас буковку Л мы сделаем побольше немножко. Вот таким цветом буковка Л, а в буковке О мы это удалим. И последняя буковка Г. Ну, пускай так она остается. Единственное, что я хочу немножко вот тут вот, вот так сделать. Далее выбираем наше слово. Слой голосования. Вот этот вот на слой буквы. Правой клавишей кликаем на него. Кликаем Создать рабочий контур. Вы это видите? Не видите? Ну, короче, здесь у нас в списке есть такое слово Создать рабочий контур. Есть Расстреливать текст, потом Расстреливать стиль слоя. Следующее Создать рабочий контур. Кликаем на него. У нас, можете увидеть, здесь такие полоски такие. Тоненькие-тоненькие полоски появились. Теперь, когда мы переходим в контуры, у нас появился наш рабочий контур. На него правой клавишей образовать выделенную область. Растушевка нам не нужна, просто делаем новую выделенную область. Окей. У нас это выделение сработало. Далее, возвращаемся к нашему слою, вот этому, который мы создали, где мы пятна рисовали. И на него накладываем маску. Клик на маску. И вуаля, у нас эффект, в принципе, готов. Единственное, что мне вот здесь вот не очень нравится, у нас этот самый съел как-то немножко. Плюс тут у нас кое-что-то, это самое, надо стереть какие-то пятна, эти оранжевые остались у меня. Что-то стирать вот эти пятна вот сюда вот нажимаем, значит, ластиком. Эти пятна мы стираем. Далее, я хочу, чтобы вот эта полоса немножечко увеличилась. То есть, я перехожу на маску, беру беленький цвет, кисточкой беленькой, давайте потоньше немножечко. Вот так вот. И вот это вот место вот так вот прохожусь, чтобы вот это тоже у нас в маску влезло. Слишком толстая она получилась, да? Вот так вот. Это все у нас маска. Вот здесь, наверное, еще немножко, пару пикселей добавим. Вот тут вот. Тут. И, в принципе, и все. Все. Готово. Сейчас покажу еще до и после. До и после. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова